Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать первый весенний, темный, насыщенный, душистый чай и как получить от него огромное удовольствие и пользу для здоровья. И не только об этом. Обо всем, что нам может подарить первое цветущее весной дерево, черемуха, которое приносит с собой морозы, которое приносит с собой похолодание после первого весеннего тепла, но и приносит с собой возможность запасти здоровье для своего организма. Итак, великолепные душистые цветы, которые кто-то дарит букетам любимым, а кто-то собирает и извлекает из них пользу. Чем нас может порадовать черемуха? Может быть, кто-то помнит, во времена моего детства еще в аптеках продавались сушеные ягоды черемухи в пакетиках, так же, как и сушеные яблоки, ягоды малины. И для чего они служили? В основном мы все знаем, что черемуха останавливает диарею, она крепит кишечник. За счет чего? За счет великолепных противомикробных свойств. Но эти свойства присущи не только темным ягодам черемухи, которые у нас появятся летом, но и листочкам, но и цветочкам. И благодаря этим противомикробным свойствам мы можем использовать все растения. Душистые белые кисти появились, кто-то на них любуется, а мы, травники, мы что делаем? Мы их вот так вот безжалостно собираем. Вот таким вот образом мы собираем лекарственное растительное сырье черемухи. Листочки и цветочки. Причем я делаю это именно ранней весной, пока еще заморозки. Почему? Черемуха очень лакомое растение для вредителей. Буквально чуть-чуть появится тепло, и на обратных листочках черемухи, и на этих листочках черемухи появится огромное количество. И вот таких вот болячечек, красненьких в виде сосочков, и тли, и паутины, и так далее, и тому подобное. А именно сейчас, пока холодно, мы еще можем собрать вот такое чистенькое сырье. Плюс ко всему цветочки, вот эти вот беленькие душистые цветочки, которые будут давать непередаваемый такой аромат аморетто нашему чаю, они цветут где-то вот в течение недели, и надо успеть их собрать. Из хороших новостей, черемуха очень обильно, ее много. Это вот не листочки с цветочками той же земляники, которую мы собираем, или яблони. Ее можно вот так вот легко собирать, ошмыгивая прутики, ошмыгивая веточки, и листочки, и цветочки у вас в руках. Что мы дальше с ними делаем? Мы собираем их в пакеты пластиковые, можно с ручками, в зависимости от того, какое количество чая вам надо. Будете вы его пить в одиночестве, семьей, или будете угощать знакомых и друзей. Я набираю обычно 4-5 пакетов больших с ручками за сезон. И дальше мы их просто кладем в морозилку. У меня это называется метод быстрой холодовой ферментации. Дело в том, что весной не всегда есть время, непосредственно собрав сырье, им заниматься. Потому что любимая дача, любимые грядки, теплицы, аптекарский огород, не всегда хватает на это сил. А так собрали сырье, сложили в пакетик и убрали в морозилку. Минимум на сутки. Максимум, я как-то раз в феврале нашла забытый в морозилке далеко в углу пакет с сырьем черемухи. Для чего это необходимо? Сырье у нас промораживается, сок в клеточках превращается в кристаллики, режет стенки клеточек, выходит. И сырье у нас таким образом подготавливается к ферментации. Что мы делаем потом? Когда у нас есть время, мы приехали в город, или же немножко появился какой-то просвет в грядках, все саженцы, которые мы купили в интернет-магазине, про цветок уже подсажены. Мы можем заняться чаем. Каким образом? Достаем и слегка размораживаем этот пакет. Вот чтобы он рассыпался, чтобы он был мягким, но не до конца, чтобы он был хрупкеньким. Его тогда удобнее будет измельчать. И у кого-то есть рядом любимый мужчина с крепкими руками, он может вручную пережать, перекрутить, вот таким вот образом, измельчить и вот эти вот листочки с цветочками. У кого нет, подойдет хорошая электромясорубка. Пропускаем сырье на электромясорубке. И дальше ставим чай на ферментацию. Что такое ферментация? Мы в течение 6-8 часов должны это сырье продержать при температуре 25-27 градусов. Где мы эту температуру возьмем? То ли на теплой лежанке, протопленной печке, как у меня на поместье, то ли где-то на батарее, то ли кто-то может положить, например, черный полиэтиленовый пакет с сырьем на солнечный подоконник. Кто-то такой же пакет непромокаемый может опустить, например, в тазик с горячей водой. Ну, у кого какая возможность есть? Нам надо при температуре 25-27 градусов выдержать от 6 до 8 часов. После чего растряхиваем на подносы и сушим. В печке, на солнышке, просто ставим где-то на более-менее теплом сухом месте. Когда мы сушим чай из черемухи, по всему помещению плывет непередаваемый вот этот вот вишнево-черемуховый аромат. И мы получаем темно-коричневый крепкий душистый чай, который оказывает противомикробное, фитонцидное, противовирусное, противовоспалительное, тонизирующее действие, который помогает укрепить кишечник, который помогает укрепить женское здоровье. И это только для внутреннего применения. Для наружного применения мы можем не только этот темно-коричневый нежный душистый чай, но и вот эти веточки, не выбрасывать же их, мелко нарезать, высушить. Мы можем заварить и использовать для чего? Для полоскания полости рта. Не дай бог где-то нас весной просквозило и у нас заболело горло. Не дай бог где-то у нас заболели зубы. Полоскание таким чаем помогает справиться с этой проблемой, уменьшает боль, уменьшает воспаление. Более того, отвар, веточек, листочков, цветочков черемухи помогает нам ухаживать за нашим лицом. Мы можем использовать этот чай или в виде лосьона, осталось чуть-чуть, мы смочили спонжик и протерли лицо. Или в виде скраба заваренный чай, оставшаяся спитая заварка черемухового чая, великолепно подтягивает морщины, великолепно сужает поры, убирает воспаление и в целом делает нашу кожу более молодой, придавая ей вот такой эффект тонизированной, ухоженной в спа-салоне. Вот это, вот это буквально то, что у нас под ногами, то, что мы можем взять и использовать и для красоты, и для здоровья. Какие-то ранки, царапинки, которые мы заработали на даче, работая на земле, также можно промыть вот этим вот отваром черемухи, как листочков с цветочками, так и веточек. И снять воспаление, заживить какие-то царапинки, сделать кожу не такой рыхлой, не такой потливой, это очень хорошо может помочь. И в качестве кондиционера, дезодоранта, да, мы можем взять таким чаем и протереть подмышки. За счет того, что дубищее, вяжущее действие на кожу оказывает черемуха, мы будем меньше потеть, мы будем меньше пахнуть. У кого на ногах кожа рыхлая, склонная к трещинкам, склонная к грибку, сделайте ванночку из концентрированного отвара черемуховых веточек, листочков и цветочков. Где-то одну-две столовых ложки заварите на стакан воды, налейте в тазик и подержите там ноги. Ноги подсохнут, царапинки, трещинки, воспаление затянутся, снимется боль, снимется воспаление и даже поможет немножечко при начинающемся грибке. Вот это вот все мы можем сделать из черемухи, которой очень много, которая растет в диком виде, не надо за ней ухаживать, не надо ее сажать. Но она каждую весну готова нам подарить вот такую радость. Если вы не успели весной, можно это будет сделать потом и летом, и даже ближе к осени, но там уже придется листочки по одному срывать, потому что, как я уже сказала, черемуха очень часто бывает поражена вредителями. Тем не менее, все равно у вас будет возможность сделать великолепный черемуховый чай, сделать великолепные лосьоны для ухода за своей кожей, или же позже собрать ягоды, посушить и также использовать для внутреннего применения при диареях, после курса антибиотиков. Или же, если дети съели первые какие-то ягоды немытые, да, то уже клубнику с молоком будет у нас такая проблема. Черемуха поможет и в этом случае. Видите, сколько всего интересного можно узнать на канале про цветок и фитошколе Дивея. Приходите к нам, мы будем рассказывать вам о том, как стать здоровыми и счастливыми. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин